Возможно, это последняя, финальная серия Disciples Liberation, и перед ее началом я хочу поблагодарить спонсоров канала МАК ДР, Дмитрий Руперт, Мистер Тат, Дмитра, Михаил Антонов и остальные. Спасибо огромное за поддержку канала. Так, от нас хотят, чтобы мы активировали какие-то кридели, все миссии ведут туда, а что будет, если пойти сюда? Ну, здесь они меньше левелом, блин, 57-го на 10 левелов меньше, чем я, и я не могу их быстрым боем убить. Так, в общем, да, как по предыдущим сериям я уже объяснял все подробнее, что боевку здесь однозначно в том виде, в котором она есть, нужно пропускать, потому что в начале и до середины игры я там раскачивался, превозмогал, преодолевал, потом просто я так раскачался, что со всем я с любым могу справиться, но боевка все равно занимает огромное количество времени. Я видел некоторые стримят эту игру, я не представляю, как ее можно смотреть на стримах, по-моему, это нереально, то есть там битва, ну, 20 минут стрима, битвы, причем ты заранее знаешь, что ты победишь просто вообще без вариантов, то есть, что бы ты ни делал, ты победишь, вот, но, блин, ну, в общем, да. Так, Солониэль, хранительница потока жизни. Обелиск испрещрен необычными символами языка ангелов, которые складываются в слова, хранительница потока жизни. Едва вы заканчиваете читать, как перед вами появляется богиня потока жизни. Голиан, любовь моя, что это за нелепые формы? Это одна из твоих шуток? Я... я не Голиан, а шутка это или нет, я не знаю. Будь осторожен, любовь моя. Ватан замыслил недоброе. Он весел и обходителен, но он не успокоится, пока эльфы не рассеются по земле, а ты не погибнешь. Она говорит о расколе, но это было много эпох назад, и она виновна в произошедшем не меньше других богов. Активировать коридель. Вы кладете ладонь на коридель, и ваш доспех и меч вдруг накаливаются, наливаются тяжестью. Как же, кажется, они вот-вот заплачут. Ты! Это ты, предательница! Не Ватан! Ты! Во имя четырех небес! Успокойся! Ага. Коридель мелодично звонит и сияет, пробуждаясь от вечного сна. Я победила тебя, Ватан! Твоему обману не место в Невендере! Клянусь, тебя никто не пытается обмануть. Во всяком случае, не мы. Довольно лжи! Невендер станет бастионом красоты, мира и гармонии на всех планах бытия. Все живое объединится под знаменем любви. Возможно, когда-нибудь это случится. Я верю, что когда-нибудь мы объединим народы Невендера и освободим их от угнетателей. Но этот день еще не настал. Не говори глупостей. С завершением Невендера начнется эра освобождения вселенной. Сам Бетризен отправился за всеотцом, чтобы привезти его сюда. Но они вернутся в любой момент, не так ли? Слонель замолкает, ее лицо омрачается тревогой. Затем она медленно тает и как река утекает в землю, образуя лужи воды. Так, это я только один из шести активировал. Это проход, он сблокирован. Вот он, бог камня. Символы на обелиске реагируют на ваше приближение. И хотя они написаны на языке ангелов, вы без труда их читаете. Вот он, бог камня. Бог предстает перед вами. Добро пожаловать в бражный зал, друзья. Проходите, садитесь у огня, наполняйте чаши, а потом опустошайте их. Ватан, в той же форме, что ты был на плане небрежения. Ты знаешь про Урдву? К нам пожаловала странница между мирами. Вот это все Невендер. Главное творение космоса, наша гордость. Выпьем за него. Ватан, которого мы встретили на плане небрежения, был пугающим, если честно. А здесь он счастлив. Вы проходите мимо бога камня и кладете руку на коридель. Разлом в ваших ножнах начинает светиться. Доспех Хархуса вибрирует. Остановить! Остановить ее! Ави, бог идет за нами! Коридель оживает, заливая пещеры болезненным светом. Назад, Ватан! Добро пожаловать в бражный зал, друзья! Проходите, садитесь у огня, наполняйте шерши. Уже говорил это. А потом опустошайте их. Что-то не так. Он как будто затерялся во времени. С ним что-то не так. Не уверен. Дерется он очень даже неплохо. Аж все тело болит. У нас еще будет время для драки. Сперва надо выпить. Бог камня медленно растворяется в облаке пыли, которая уносит порыв ветра. Вам остается только гадать, сон это был или реальность. Они как будто записи здесь какие-то. Голографические. А че она подсвечена? Я начала активировать коридели. Все именно так, как мы и предполагали. Хотя знание будущего не смягчает боль. Нет. Я най... Зентан, богиня крови и дыхания. Приближаясь к коридели вы начинаете слышать, как внутри него бьется сердце. Вы подходите ближе и прижимаете ухо к поверхности обелиска. За вашей спиной раздается незнакомый голос от знакомой формы. Не филим в городе богов? Убить ее! Она сразу к делу. Странная сущность вопит и раскрывает пасти, с которой фонтанами хлещет кровь. Вы поднимаете руки, но ничего не чувствуете. И когда вы оглядываетесь, ее больше нет. Да уж должен сказать. Это было нечто. И не говори. Ого, смотри Ори. Коридель активирован. Ага. Я даже слышу, как внутри него бьется сердце. Непостижимый. В чреве средоточе вы на охоте зеркальное око, орудие скверной, которое вуаль использовала против мятежников. Видите его здесь неожиданно, и еще неожиданно слышать его голос. Могучий нефилим, я давно за тобой наблюдаю. Мне кажется, я тебя узнаю. В могиле вот она, потом на плане небрежения. Я чувствовал, что за мной наблюдает какая-то темная сила. Это ты. Я чувствую это. Да, я здесь и там. Меня много. Я вижу твои воспоминания. Смерть. Я могу оживить твоего друга и вернуть к жизни. В чем подвох? Я просто хочу развязать узы смерти. Узлы. Помоги мне оживить друга. Если ты можешь оживить моего друга, я должна попытаться. Хорошо, твои друзья живы. Но если кто-то умрет, возвращайся. Вернись ко мне. Так, ну три кориделя я активировал. Значит. Что, сюда? Опа. Я начала активировать коридели. Все именно так, как мы и предполагали. Хотя знания будут, я найду. С ней новых же вариантов нету. Как мы и предполагали. А, вот что это за место? Я хочу узнать больше о средоточии. Какая у него история? Зачем его построили? Ты узнаешь обо всем, когда придет время. Я могу сказать лишь то, что это был первый город Невандора. Он был нашим домом в эпоху его зарождения. Затем были возведены три города ангелов. Ильян, Гехальтерат и Верантор. Последний был ужасен. Его построили в честь Верана, герцога падших ангелов. Да, мы уже встречались. Допустим, я найду коридели. Что потом? Тогда сражайся. Каждый коридель по моему приказу охраняет средоточие. Чтобы оно никогда не вернулось в этот мир. Их связь не разорвать. Они будут сопротивляться. Но ты одержишь верх. Когда закончишь, возвращайся ко мне. Итак, все это время средоточие было погружено под воду. Значит, многие тысячи лет ты была здесь одна. Тысячи? Это не важно. Я рука судьбы, Авиана Ильянская. Я существую повсюду и всегда. Я найду... А это что, богиня кузня? Вы почти можете поклясться, что из высеченной... Из камня приземистой конструкции перед вами доносится какая-то мелодия. Есть тут кто? К вашему изумлению гул исходит не изнутри. Напевает сама скала. Здравствуй, здравствуй, милая. Подойди поближе. Глаза у меня уже не те. Хорошо. Только обещай меня не есть. Я к твоему сведению, богиня кузня. Я чувствую в тебе кровь небес. Что ты за существо? Я не Филим. Единение разобщенного. Сегодня особенный день. Вот что я тебе скажу. Найди к нам обломки короны гвоздей. Я смастерю для тебя шедевр. Во мне еще достаточно жара на одно доброе оружие. Я найду обломки короны. Выходит, если я найду обломки этой короны гвоздей, ты сделаешь мне оружие. Вот так просто? Вот так просто. Ты у нас королевской крови, милая. Ты этого заслуживаешь. Что такое корона гвоздей? Это корона самого Батрезена. Он был творцом Невендара, а я была его кузней. Он выдергивал из своей короны гвоздь, и я выпекала из него то небо, то морских зверей, то языки мира. Что это такое? Как и мои сестры коллекционерши Елкот Металурк. Наши уста порталы на все планы творения. Они славные дамы, и я уважаю их труд. Но богиня кузни есть только одна, и ты смотришь на нее. Какое оружие ты можешь сделать? Прекрасный выбор для моего заключительного творения. Найди обломки, и мы посмотрим, что я смогу из них состряпать. Я найду обломки. Богиня кузня. Они тут, наверное, как молот этого вот она, или что там, плохо подсвечиваются наверняка тоже. Хрен их найдешь. Так, когда вы приближаетесь, странные черные кольца энергии поднимают сверху от Коридейля. На его основании начертана слово Кирташ, который переводится как бог пустоты. Вы поднимаете голову и видите перед собой зверя. Дочь Инаэль, я внимательно наблюдал за тобой сквозь ткани астральных планов. Я знаю твою мать. Она знает меня. Ты знаешь мою настоящую мать? Невозможно. Я Кирташ, брат Кувиюн Безликой. Твоя мать заботилась о нас, пока ее не отправили к Алтарю Вознесения, чтобы принести гибель этому миру. К счастью, она преуспела в этом. Не хочется разочаровывать тебя, но Инаэль не справилась. Она влюбилась в Хархуса, и Невендар был спасен. Нет, коротышка. Бог пустоты стоит, не двигаясь, и с интересом изучает вас. Вы приближаетесь к Коридейлю и кладете на него руку. Перефет хочет, чтобы я сражался. Твоя мать хочет моего поражения. Доставай разлом, и пусть исход битвы решит рука судьбы. Под конец битвы из Коридейли начинает звучать странная, успокаивающая мелодия. Если бы вы ничего не знали, то могли бы подумать, что это песня Ангела. Мама... Я рад касанию разлома. Впервые за долгое время я снова почувствовал присутствие Инаэль. Если ты хотел, чтобы я пронзила тебя мечом, мог бы и попросить. Я пустота, дитя Инаэль. Если бы я предложил тебе это, ты бы растворилась в космосе. Уж лучше прибегнуть к старому проверенному способу. Ты говоришь как бог, но я никогда о тебе не слышала. Книг, написанных обо мне, уже не осталось. Таков путь бога пустоты. Называй меня Кирташ. Я пространство между планами. Разделитель. Ты говоришь о моей матери так, будто знаешь её. Моя сестра Кувиюн и я, мы стареем наоборот. Через много-много эпох, когда Невендор окончательно погибнет, мы родимся. Когда это случится, твоя мать будет заботиться о нас. Значит, мы с тобой семья? Да. Я не понимаю. Ты кажешься мне порождением магии Обелиска. Но ты точно не иллюзия. Смертным не понять, но я попробую объяснить. Здесь время остановлено. При этом мы находимся в далёком прошлом, когда я был намного старше. Старше, чем ты сейчас в моё время? Ты понимаешь. Похоже, дитя Инаэль заслуживает свою репутацию. Эти коридели помогут поднять на поверхность средоточия. Это важно для Ильяна. Я не остановлюсь, пока не закончу. Керташ уважительно кивает, как один воин другому. Его тело увеличивается, становясь бесконечным, пока он не занимает всё вокруг и не исчезает. Обелиск. Он изменился? Прекрасно. Это значит, что у нас получилось. А вот хорошо это или плохо, покажет лишь время. Да ё, она не открывается, дверь. Опа. Очередная головоломка. Ха-ха! Супер блиц взлом хака головоломки. Обломок короны гвоздей. Несколько расплавленных и слипшихся вместе гвоздей, по всей видимости, этот обломок был частью более крупного объекта. Это только один обломок, блин. Голиан, Страж Диких Земель. Коридель рычит при вашем приближении. Высокий и гладкий обелиск подобен сырепому дикому зверю. При вашем приближении от обелиска начинает исходить знакомое сияние. Прости мне эту форму. Её выбрала ты, а не я. Кован? Но как? Не Кован, нет. Голиан. Я знаю, что настоящего Голиана здесь нет. Это невозможно. И всё же, он столько знает о происходящем. Он знает даже о Коване. Кланы намеревались захватить Средоточие и с его помощью вернуть тебя в Невандер. Ты должен их остановить. Богов следует призывать с осторожностью. Особенно, когда речь идёт обо мне. Я отправил свой аватар на план, который вы зовёте Невандером. С его помощью мой гнев уничтожит этот мир. Постаньте, что? Бог Голиан в облике Кована обнажает оружие и его лицо, искажает зловещие грима с улыбки, исчезает, остается лишь слепая ярость. Коридель вдруг оживает, как цветок, который раскрывается под лучами солнца. Довольная. Твоя удача продлится недолго. Мой гнев найдёт свою цель, и знай, что это твои поступки навлекли его. Я не пытаюсь призвать тебя в Невандер. Напротив, я хочу, чтобы эльфийские кланы объединились без помощи своего бога. Из центра вселенной я вижу много дорог, которыми может свернуть судьба. И во всех мой зверь разрывает на части средоточие и моих последователей. Назовите меня сумасшедшей, но я начинаю чувствовать, что нам здесь не рады. Но Элиан говорил, что средоточие мечтает об освобождении. Средоточие, но не перифет. Сила Коридели превращает это место в вечную тюрьму. Ты сражаешься не с волей средоточия, но с волей богов. Ты очень много знаешь о Невандере, а значит, тебе известно, что Мортис напала на мой дом. И проиграла. Но спроси себя, если ты можешь убить то, что бессмертно, каковы пределы твоего могущества? А если оно не знает пределов, хватит ли тебе воли сдержать собственные чистолюбивые помыслы? Элиан рассказал мне, как поднять средоточие и взять его под контроль. Было приятно пообщаться. Вы осекаетесь, Галиана рассыпается, как осенние листья на ветру. Если боги действительно всемогущие, уж один-то мог бы научиться как следует прощаться. Если только он не планирует вернуться и напасть снова, я обойдусь без прощаний. Опаньки, Лианы ядовитые. Вон еще один осколок. Еще один кусок изогнутых ржавых гвоздей, спаянных воедино. По виду они напоминают головной бор, вроде короны. Значит, вторую часть я нашел. Погоди, я что-то немножко забыл. Сюда я ходил? Да, вот там что-то не открывается. Ладно, значит, в одно место осталось. Надеюсь, там эта штучка откроется. Еще один обелиск. Всеотец, извечный Владыка Света. На массивной каменной плите вы видите слова Владыка Света. Слова начинают пульсировать, излучая странную энергию, и в один миг перед вами появляется сам бог. Освободи нас, дитя железа и небес. Освободи нас от этого колеса. Всеотец. Я тень, которая отбрасывает мой собственный свет. Я верховный отец, которого вы называете всеотцом, но я не он. Владыка говорит, но в его словах нет ни капли смысла. Не обращая внимания на бормотание древнего бога, вы кладете ладонь на коридель. Ваш меч и доспех начинают тихо гудеть. Это скорбный плач. Освободи меня. Убей нас всех. Всеотец, не приближайся. Прикольно, у него, короче, одни драконы в армии. Коридель оживает, заливая пещеры теплым янтарным сиянием. Зачем ты напал на нас? Ты ведь молил освободить тебя. Мы не те, кем хотим быть. Мы делаем не то, что хотим делать. Ори, это не всеотец. Это просто образ, запечатленный в моменте и вынужденный жить здесь. Он хочет свободы. Но его кто-то контролирует? Подними эту темницу из глубин, чтобы на нее пролился мой свет. И сожги ее. Владыка света мерцает и затем гаснет, как свеча. А его присутствие напоминает лишь едва заметный обугольный след на земле. Потерянный во времени. Так, еще один обломок короны гвоздей. Третий фрагмент странной короны из расплавленных гвоздей. Интересно, что это было. Похоже, вам не хватает еще одной части. Последней. Врата. Опа. А, это вот там вот, да, походу, куда я пройти не мог. Подожди. Значит... Да, блин, они меня теперь... Подожди. А если они же спущусь, то там... Где обломок-то? Это какие-то просто логики. Божественные эссенции. А, вот последний обломок короны гвоздей. Вы берете четвертый, последний обломок короны гвоздей. Острые края запятнаны марной, словно кровью. Как странно. Я, кстати, когда гуглил варианты прохождения, там какие-то вот в прошлых сериях, я помню, я там перематывал, но там текстовое тоже прохождение. И там, короче, чел написал, что он не смог вот эти фрагменты найти, только три нашел. Так, давайте, подождите. Вот здесь мы не сходили направо. А, вот здесь какие-то еще появились. А почему мне... Так, даже я не могу открыть эти врата. Так, ну тогда просто к кузне вернемся. Я нашла обломки короны гвоздей. Даже не верится, что они сохранились. Что такое кор... Так. Отдать. Вы кладете тяжелые куски металла в уста богини кузни. Она пережевывает их, как ребенок, сахарные леденцы. Прекрасная последняя трапеза. А теперь я смогу выковать оружие смертельное для одного из семи народов Невендора. Как тебе сказать? Орки, гномы и русалки мертвые. Осталось только четыре народа. Ах, это весьма печально. Но тем проще тебе будет сделать выбор, милая. Оружие для борьбы с эльфами, с империей, с нечастливыми легионами, с ордами нежитя. Ох ты, блин. Ну, либо нежить, либо легионы. Потому что... С людьми-то я и так справлюсь. А эльфы чаще хорошие. Хотя тоже всяких говнорей немало. Ну, давайте против демонов. Они все время тут что-то мудят кого-то, пытают, в рабство обращают и так далее. Нечестивые легионы. Оружие против демонов, легионов проклятых. Вот что мне нужно. И ты его получишь, милая, не сомневайся. Богиня Кузни открывает рот, и вашему взору предстают бесчисленные порталы в бесчисленные меры. Из них материализуется оружие, ужасное в своей красоте. Когда вы берете оружие в рот... Когда вы берете оружие, ее рот закрывается, но она больше не шевелится и не сдаёт ни звука. Негромкий гул затих. Она... В общем, Кузни мертва. Она сказала, что это будет ее последняя трапеза. Возможно, она знала. Все это время она ждала одной последней возможности создать что-то, прежде чем ее огонь потухнет. Нам оказали честь. Да, пойдем. Нужно найти достойное применение для ее последнего творения. Какой клинок ненависть называется? Гнев Эроса. Подожди. Может использовать только Ильмерен при атаке Ильмерен. А, я даже... Нет, они... Даже не... Вот, ненависть. Да, клинок называется. Нифига, сила плюс 40, а мой сила плюс 20. Нифига. Сила атаки плюс 105. У меня плюс 75. Шанс крита плюс 20. Криты. Еее. Так, физическое сопротивление. Владелец дополнительно наносит 20% урона бойцам легионов проклятых. Уменьшает боевой дух бойцов легионов проклятых на 2. В легендах говорится, что в истории Невендера было 3 утраченные эпохи. И в первой из них существовала живая кузня, способная создать оружие, которым можно убить любого последователя Бетрезена. Нифига, смотрите, как он выглядит. Еще с релик, меч отмщения. Тоже, блин, сколько у меня мечей охеренных. Вот это ненависть, он прям крутой, фиолетовый, под такт доспехом. Соберу рез и тоже его прокачаю. Ненависть. Все. Так, на максимальном уровне сила атаки 51, сила атаки... Ой, сила плюс 51, сила атаки плюс 130. Шанс креда плюс 25, инициатива плюс 50. Один физическое сопровождение плюс 30. Я, кстати, тут так и не улучшил. Могу улучшить всякие казармы. Как бы у меня репутации не хватает. Ну да ладно, транжира. Достижение. Ох ты, а как это не парадоксально. Я с демонами могу максимально улучшить. Казармы, да? Да, жесть. Так, ну ладно. Идем дальше. Так, я тут был, да? Да. Ну чё? Парифет, а кто это с ней? Бетризен, творец миров. Нифига. В воздухе висит иллюзия. Она излучает чистую искреннюю любовь. А, как раз я, да ладно, я как раз к нему. Вы возвращайтесь к периф... Мечты сделал. Там, где раньше вы слышали шепот и смех, теперь царит мертвая тишина. Почему ты вернулась? Ты же рука судьбы. Я думала, ты как никто другой должна была предвидеть, что я уже активировала коридели. Я не могу в это поверить. Взгляд перифет рассеивается. Интересно, какое будущее она видит, или, возможно, какое будущее она увидеть не может. Перифет вздыхает. Бетризен пригласил к себе всеотца, чтобы показать ему Невандер свое славное творение. Да, я знаю эту историю. Ангелы под предводительством Верана развязали мировую войну. Всеотец обвинил во всем Бетризена и проклял его. Всеотец проклял весь Невандер. Ты не видела ужасы Хеля, порожденного гневом всеотца. Я была в отчаянии. Я использовала силу кориделей, чтобы обратить время вспять. И спрятать средоточие. И ты жила здесь все это время в какой-то фантазии? Это мирная земля, о которой мечтал Бетризен. Мои поступки увековечили его надежду. Итак, все это время средоточие было погружено под воду. Значит, многие тысячи лет ты была здесь одна. Тысячи? Это не важно. Да, это уже было. Покажи мне седьмой. Я готова. Покажи мне седьмой коридель. Нашей фантазии не суждено продлиться вечно. Хорошо. Перифет указывает на призрака, который только что появился. Это обычный скромный солдат. Иди к нему. Он седьмой и последний. Мой любимый муж. Ее муж Бетризен? Бетризен. Ого. Вы нерешительно приближаетесь к невысокому солдату. Почему он выглядит именно так? Неужели это... Бетризен. Услышав свое имя, иллюзия сживает и смотрит на вас. Да принесет его свет мир нам обоим, Нефилим. Подойди. Побудь со мной немного. Ты выглядишь усталый. Что-то он же типа этот бог всех этих демонов. Не таким я тебя представляла. Бетризен, ты... Ты ведь должен быть богом ярости. Нет, дитя. Я творец. Невендер — это убежище от гнева. Это надежда, любовь и мир. Ави, похоже, он ничего не помнит. Как всеотец заточил его за разрушение Невендера. Как он сошел с ума. Как попал в Плывающее море. Как его ярость породила легионы. Он ничего не помнит, потому что этот Бетризен в этом самом месте еще не пережил то, что случится. Мы в другом времени, до его падения. Понятно. Скажи мне, зачем ты создал это место? Из любви к моей дорогой жене Перефет. Когда я закончу, Невендер станет доказательством моей любви к ней и ко всем созданиям космоса. Когда будущий Повелитель Ярости начинает говорить, вас охватывает чувство спокойствия. Я не могу понять, как ты смог создать целый мир. Он создан из остатков других, более старых миров. Все сотворенное обязано своим существованием предыдущим творением. Этот временной цикл называется поток жизни. Громкий оглушительный взрыв сотрясает покоя. Бетризен замирает, зависнув в воздухе. Перефет, что это было? Средоточие поднялось, когда ты приблизилась к Бетризену. Минуты в моем доме. Это годы на поверхности. Годы? Выпусти меня на поверхность. Я выбираюсь отсюда. Перефет кивает вам и показывает выход. Это пора возвращаться. Аз есть гнев. Иллюзия Бетризена продолжает болтаться в воздухе, словно тело висельника. А что за ворота-то? Как их открыть? Нельзя их открыть. Так. Ну, из спутников он сказал, что никто не погибало. Сейчас тоже никто не погибало, так что... Вашему взору открывается ослепительное сияние залитого солнцем острова. Средоточие снова на поверхности. Ави, смотри! Вы находитесь на поле боя. Все вокруг усеяны телами представителей разных народов. Они сражаются за Ману, но... Как они вообще сюда попали? Рядом с вами появляется Перефет, она рыдает. За тысячелетия не изменилось ничего. Хаос и алчность. Вот их владыки. Это не нечестивые ангелы осквернили мир. Живые существа только и делают, что жрут. Они мне отвратительны. Убей их! Я не понимаю. Мы только что были на морском дне. Пока ты разговаривала с Бетрезеном, прошли годы. Началась эпоха язычников, и началась она без тебя. Это безумие! Средоточие должно было остановить войну! Им не нужны ни мир, ни рай. Эти твари жаждут лишь власти. Она и свела их с ума. Ты же рука судьбы! Богиня! Сделай хоть что-нибудь! Я всего лишь воспоминание. Запертое в подземелье уже не одну эпоху. Я не властвую над этим астральным планом. Останови этих тварей, пока они не уничтожили Средоточие и Невандар. Должен же быть какой-то способ остановить войну. Ави, не хочется это говорить, но... Ты просто посмотри на это место! Все разрушено! Они просто рвут друг друга на части! Отправь им послание. Сразись с одним из народов и уничтожь его армию. Эти твари понимают только язык насилия. Я могу договориться о перемирии. Наверняка есть способ остановить эту войну и заставить их прислушаться. Ты забыла, как ты с боем пробивалась через Барат Нор? Или разожгла пламя войны в Аталиане? Это было годы назад. И теперь ты видишь, во что превратился мир. Она права, Ави. С Раем покончено, но мир-то не должен погибать из-за этого. Мы еще можем сразиться за него. На Легиона нападем. Легионы собираются использовать силу средоточия, чтобы зарядить боевую кузню в Барат Норе. С такой мощью они могут запросто захватить весь мир. Мы должны остановить их. Луриан одобрительно кивает. Перефет с печальным видом смотрит на разрушение. Да будет так. Авиана Ильянская. Останови это, пока не поздно. Ну да, тут везде трупы, реки, маны. Карту можно посмотреть. Поле последней битвы. Карта небольшая вроде. Что здесь случилось? Случилась смерть, нужно быть готовыми к битве. Я немножко запутался. Тут у них лагеря, что ли, разные, или что? Я могу карту зачищать или нет? Среди неземных пейзажей и хаоса войны вы вдруг находитесь в средоточии относительно спокойный уголок. Смотри, Ори, какой чудесный уголок. Напоминает мне то, как мы обнаружили Илья. На разобьем лагерь отдохнем вдвоем, что скажешь. Расположиться на отдых. Вы разбиваете лагерь. Ваш салат расходится по сооруженным на скорую руку палаткам. Лоща жариде, пофыркивая, щиплют траву. Ориан кое-как пытается состряпать обед. Мясо обгорает почти до черноты. Но, по крайней мере, он принес Эль. Ты меня балуешь. Это меньшее, что я мог сделать в буквальном смысле. Но я надеюсь, искупить свой кулинарный провал первоклассной болтовней. Мы так давно не были одни, по-настоящему одни, что я даже не знаю, с чего начать. Ты еще вспоминаешь о ненезинах? Я тоже, я тоже. После этого я рассказал тебе о своих чувствах. Чувствую только сильнее. Я вернусь своему слову. Еще крепче все стало. Так, да. Так, те же чувства отпускают вас. Все еще хочешь детей. Знаешь, мне нравится выленя, но порой я скучаю по хаосу большой семьи. Ты, кажется, тоже говорила, что хочешь детей. В мире и без этого достаточно матерей. У меня одна цель, положить конец войне. И этого достаточно. Ваша цель и устремленность вдохновляют, впрочем, как и всегда. Если бы только все так же стремились к миру. Так, как ты? Тебе пришлось положить столько усилий, чтобы приготовить этот обед. И я даже не спросил тебя, как ты. Мы многое пережили. Но, знаешь, сейчас чувствую, что это было не зря. Что оно того стоило. Ой, ладно, давайте этот персонаж пусть это самое. Короче, плюс 18, все такое. Так. Так. Так, так. Так, неудобно, конечно, и... Что за... Блин, как тут много этому внимания уделяется? Это капец. Всякие признания, короче. Так. Похоже, шансы на успех невелики. А если с тобой что-то случится, моя жизнь потеряет смысл. Ты для меня все. Не говори так, мы справимся. Я боюсь, не меньше тебя. Но я знаю, что мы друг у друга есть. В этом наша сила. Так. Что если что-то ужасное случится? Вы теперь испытываете страх. Уязвимость. Возможно, это значит кого-то любить. Разделенная трапеза. Так, ладно. Даже если война уничтожит это место, воспоминание о нем будет жить в вашей памяти. Что-то теперь карта большая стала. А, это меня просто закинуло. Понял. Ро Магвен. Среди костяных шипов и гор, сгнившей плоти, воняющей на солнце, вы находите лидера этого заблудшего отряда пробужденных. Освободительница от кошмарной королевы? Освободительница средоточия? Ваша королева мертва. Вы теперь свободны. Зачем вы пришли сюда? В этой битве вам не победить. Нет голоса королевы. Нет кошмарной улыбки. Пустота. Везде пустота. Голос опять. Мана пробудить королеву. Я хочу знать, почему пробужденные напали на замок Хейл. Даже если это был приказ Мортис, вы могли этого не делать. У вас же есть воля. Мортис повиноваться воле Катониры. Катониры искушат. Мортис испить из чаши. Я узнаю твое лицо, пробужденный. Назови свое имя. Освободительница будет Верана. Освободительницы нет много-много лун. Ро Магвин смотрит. Ро Магвин поедает мертвых. Я остановлю войну за средоточие, пока вы не уничтожили тут все. Встанете у меня на пути, примите окончательную смерть. Я позабочусь об этом. Ро Магвин поедает мертвые. Так, а что тут подсвечено железо? У Ковы, верховный король Бород Нора. Сразится с нечастливыми легионами. Подожди, давай другую... Давай всю карту посмотрим. Это, видимо, люди. Альфа-Сина, святая вершительница кровавых ритуалов. Вы переступайте через кучу трупов, чтобы поговорить с командиром сил Вуалия. Годами она не появлялась. И вот теперь освободительница вернулась. Она здесь. Хвала всеотцу! Эта земля не принадлежит вам. Мы посланники всеотца. Все земли принадлежат ему. Верховная вершительница и инквизитор регент привели нас в это место, чтобы мы захватили его. И мы это сделаем. Инквизитор регент мертв. Нет, освободительница. Всеотец творит многие чудеса. Он воскрес! Ваша армия бросила низины. Вы бросили Хейл. Те люди нуждались в вас. Те люди всего лишь грязь. Верховная вершительница знает путь к чистоте. Но он требует жертв. Орин удерживает вас, осторожно напоминает, зачем вы здесь. Вы успокаиваетесь пока что. Скажи мне, кто ты? Разве ты не помнишь? Нет, конечно нет. Годы назад ты с огнем и мечом прошла через вдовьи равнины. Мои родители погибли во время восстания. Из-за хаоса, который обрушила на насты, Вуаль приняла меня. Мать Жоана сделала меня такой. Эта битва закончится сегодня. Если встанете у меня на пути, я прикончу и вас тоже. Это понятно? Солдат Вуали тяжело кивает. Она одинаково напугана и восхищена вами. Похоже, освободительница еще вселяет ужас в сердца людей. Я им тут немножко пролетел популяцию всем. Они немножко тут забылись. Среди остатков некогда могучий армии эльфов вы находите их владычицу. Здравствуй, сестра кланов. Приятно видеть знакомое лицо. Я и мой народ сочувствуем твоему горю. Преступлением, совершенным в низинах, нет оправдания. Я требую объяснений, зачем твой народ ищет Средоточие. Ты сама это знаешь. Голиан затерян в космосе, и ему нужен Светоч, который направит его домой. Средоточие осветит ему путь, и он принесет смерть всем, кто бросит вызов эльфийским кланам. Манвиан исчез, когда искал место, в котором пересекаются все жилы маны в мире. Эти поиски продолжаю я. Но поверь мне, Манвиан в Средоточии. Сказать больше будет предательством. Скажи мне, кто ты? Мы уже встречались раньше, хотя ты наверняка не помнишь меня. Я та самая стражница, которая тащила тебя с пустых полей в твою камеру в Белых Землях. Хотя я была там с целью изучения кориделей, ты запомнилась мне больше всего. Я пощажу тебя в предстоящей битве, если ты обещаешь придержать свою армию здесь. Ты поняла меня? Бадил способен распознать угрозу, и вы определенно попадаете под эту категорию. Она делает шаг назад и с честью принимает пощаду от вас. Кстати, вот как меч выглядит в битве. Ну неплохо такое, все фиолетовое. Как сет прям такой фиолетовый. Что-то какая-то фигня светится, но пока с ней ничего нельзя сделать. Захватил рез и все, ладно. Едем с нечистивыми легионами разбираться. Кажись, все тут зачистил. Укубах, верховный король Барат Нора. Пробитые панцири, разорванные цепи, перед вами стоят сломленные бойцы легионов. Дитя Хархуса, здесь, в Средоточии, после стольких лет отсутствия. Хвала Бетрезену. Скажи мне, что ты пришла разделить славу вместе с нами. Объясни, что вы здесь делаете. Захват Средоточия ничего не даст для боевой кузни в Барат Норе. Не так громко. Бог ярости все слышит. Собранной в Эврике темной энергии хватит с лихвой. Но маны, чтобы убить Бога, много не бывает. Могила Ватана захвачена эльфами пробужденными. Мы собираем здесь ресурсы. Без них оружие бесполезно. После того, что я увидела на пути плоти и пламени, мне казалось, что легионы и вуаль – союзники. А ты не дура, дитя Хархуса. Верховная вершительница Катанира – чудовище куда безумнее, чем наш нечестивый Бог. Союз с ней не приносит никакой чести. Они специально сделали чувака, блин, демонов напоследок, который говорит о чести. Такой весь адекватный, приятный, значит. И чтобы его было жалко убивать, да? Но я типа уже выбрал. Я тебя знаю. Поэтому страдай. Когда мы впервые встретились, я был низшим воином в бойцовских ямах. Ты отправила мою душу в пылающее море. Бетризен воскресил меня за славную смерть. Я умер снова и снова. Каждый раз славной смертью. Каждый раз я перерождался все сильнее. И теперь я здесь. Я видела настоящего Бетризена. Кроткого и доброго. Ты не его слуга, демон. Ты отродье. Демон быстро подает знак избитым, уставшим воинам легионов поблизости. Пусть изнуренные, но они все еще сильные. Когда вы собираетесь нанести решающий удар и добить бойцов легионов, время останавливается. Их лица замирают в маске безудержной ярости. Посреди этой тишины к вам является рука судьбы. Перефет, зачем ты остановила битву? Я же делаю то, о чем ты просила. Сколько бы я не обращала время вспять, ничего не меняется. Невендер всегда губит алчность. Нет. В этот раз все будет по-другому. Сегодня я закончу эту войну любой ценой. Ты не понимаешь. Лидер благородных эльфов нашел то, что искал его клан. Центр Средоточия, в котором пересекаются все жилы маны. Трон Бетрезена, моего возлюбленного. Я должна остановить его. Скажи мне, где он? Я найду и остановлю его. Мои силы тают. Я больше не могу сдерживать поток времени. Эти глупые эльфы истратили силу на то, чтобы позвать домой своего бога. Но на их зов ответит лишь зверь Голиана. Перефет открывает рот, чтобы попросить вас остановить зверя. Он тут же исчезает. Время течет вновь. Ави? Что это? Вы видите, как из космоса на землю спускается зверь, которого не писать словами. Его ужасающий рев разрушительной волной проносится по поверхности Средоточия. Выжившие солдаты бросаются на него и тут же отлетают прочь, как назойливые мухи. Самые умные пытаются убежать. Голиан! Неужели наш бог утратил любовь к нашему народу? Я не знаю, что это за существо, но оно убивает всех, кто к нему приблизится. Планы меняются, война подождет. Нужно найти способ остановить эту тварь. Вот бы хоть раз нам не пришлось делать что-нибудь благородное. Зверь кричит и вновь чуть не оглушает вас. Пронзительный звон ударяет вам в уши. На мгновение вы слышите только свое сердце. Оно бешено колотится. Убить зверя Голиана. Вау. Нехера. Нехера. Сколько жизней потрачено на исследование потоков маны могилы Ватана, Низин, Барат Нора. И вот мы нашли его. Средоточие, где пересекаются все жилы. Светоч зажжен, и Голиан вернулся домой. Вы смотрите на зверя, он буквально источает неудержимую ярость. Говори, Голиан, прикажи захватчикам пасть на колени, чтобы мы отсекли им головы. Внеземной зверь давит Манвиана своим отростком, превращая эльфа в месиво из крови и скверненной маны. Я есть гнев. О, о, ни хера себе он по площади хреначит. Ну... Так, а... А, как я понимаю, это... Захранать-то так вот можно? Да. Ну да, урона маловато. А, вот так вот нормас. Ну, в принципе, тут уклоняться. Ну да, можно. Так, только надо тут не заплачивать пути отхода. Заслужит Петро Зену. Я его нечестивый гнев. Заслужим их кровь. Боль, это огонь. Да плохо. Победа или смерть. Не достаю, блин. А что-то я не могу... А, вон. Ну, просто посмотрим сейчас, как... Как он атакует. Ой, дракон, дракон. А, тут я по своим попаду, блин. Пока что возможности нет. Ну, ладно, так нормас тоже. Эльфийское подкрепление. Лохушек призвал. Да, это... С 60-го левая. На 10 уровней почти больше. Чем они. Зверь Галиана корчится в агонии. Он уже не живой, но не может умереть. Глупец. Мой повелитель Галиан отправил меня не для того, чтобы ответить на зов эльфов. И что теперь? Но чтобы сожрать призывателя сущности, чье имя нельзя называть. Когда я убью этого призывателя, ты убивал всех подряд. Ну, давай я убью. Призывателя сущности, чье имя нельзя называть? Скажи мне, кто это, и я убью его сама. На этом астральном плане ты знаешь ее, как Катонир. Она должна умереть. Это единственный выход. Ты бы сказал сразу, нахер, я напал на меня. Манвиан открыл путь к центру средоточия. К трону самого Бетрезена. Он открыл путь к разрушению космоса. Мне конец. Ты должна завершить мою работу. Огромная туша зверя падает на землю, как груда камней, заливая все вокруг густой черной субстанции, сочащейся из его ран. Его труп гниет прямо у вас на глазах, словно не подчиняясь законам времени. Катониро, верховная вершительница Вуали. Она здесь. Беда не приходит одна. Зверь сказал, что трон Бетрезена это центр средоточия. Не помнишь, под поверхностью была дверь? Вообще-то помню, но, Ави, ты посмотри на нас. Все устали от сражений. Все измотаны. Вы смотрите на Себастина и Криссандру. Их робы изорваны, их лица измазаны грязью и покрыты потом. Баталии и Ирменон стоят плечом к плечу. Когда-то вы даже думали, что они убьют друг друга, но теперь они здесь и готовы умереть за вас. Обычно при мысли о предстоящей кровавой резне, Шарле и Амаршарак улыбаются, но даже они сейчас обеспокоены. Наконец вы видите полную решимость Армелиэль, как после встречи с посланником своего бога она смогла сохранить свою невозмутимость. Ориан делает шаг вперед и берет вас за руку. У вас окружают ваши бойцы, изнурение сменяется гордостью и они восхваляют вас. А теперь давайте найдем Катаниру и покончим с этим. Так. И вот итог. Ааа, вот эти ворота. Вот он, источник, от которого тянутся жилы маны, древний трон Бет-Резена. И на этом троне восседает Катанира, верховная вершительница Вуаля. Нефилим, ты даже не представляешь, как долго я ждала этого момента. Так. Из сияющего тумана маны, который выплескивается из жил, появляется силуэт. Он начинает дышать. Нет, это не просто тень. Еще не увидев лица, вы узнаете, кто это. Невозможно. Я убила тебя. Он умирал и возрождался много раз за эти эпохи, когда его появление было необходимо. Инквизитор Реген достает из ножен странный кинжал и передает его Катанире. Хотя вы впервые видите этот клинок, ваш доспех начинает вибрировать в его присутствии. Это безумие. Даже если твой план сработает, ты умрешь вместе со всеми. Ты слышала, Перифет? Ничто не спасет этот мир от страданий. Ничто, кроме всеотца. Я обречена погибнуть. Обречена погибнуть и ты. Но когда мы умрем, когда все мы наконец-то умрем, живущие мирной жизнью освободятся от своего прошлого. Безумие? Никакой войны. Никаких страданий. Мир достанется тем, кто больше всего его заслуживает. Скажи мне, зачем ты здесь? Потому что этого требует ритуал. Катанира демонстрирует странный гримуар. Каждый шаг — очищение, оскверненная плоть для рождения титанов. Даже управление разумом Мортис, чтобы ты принесла в жертву богиню на земле ангелов. Илеан, годами ходили слухи, что Мортис теряет контроль над своим народом. Каждый шаг — это часть ритуала. Когда он будет завершен, я узнаю истинное имя Всеотца. Я назову его, и он выполнит мой приказ. Какой еще приказ? Он извергнет с небес святой огонь, и только чистые выживут. Но необходимо сделать еще кое-что. Последний шаг для завершения ритуала. Ты сказала, что до завершения ритуала остался последний шаг. Да, то, что мне было нужно, когда я отправила тебя в церковь святого Дарчильда более десяти лет назад. Там я наконец-то нашла тебя, моего Нефилима. Она демонстрирует странный кинжал. Прямиком из сокровищницы Баррот Нора — это кинжал Уру. Этим клинком я должна пустить кровь последнему Нефилиму и окропить ею ману в средоточии. А, так вот где этот кинжал, куда пропал, там поделку положили когда-то. А помните, гарпия привязанная там? И тогда ритуал будет завершен. Что бы ты ни планировала, Низины и замок Хейл в твои планы не входили. Почему ты их бросила? Они были бесполезны. Чтобы захватить средоточие, мы должны были объединить армии. И для ритуала требовались души. Много душ. Император буквально подарил тебе целое государство, но ты убила его. Этого требовал ритуал. Башня Мизраила была последним маяком надежды для империи. Так гласила одна из заповедей. С маяка надежды падет последний император. Хватит болтать. Вставай и сражайся. Котонеры повинуются, доставая кинжал. Она смотрит на инквизитора регента. Паразелит, в атаку. Котонеры повинуются, доставая кинжал. Ого, какая. И че, мне надо идти уничтожать кристаллы, видимо, сначала. И я пошла. Уже в пути. Ну, они быстро уничтожаются. Почти пол хп я ему снес. Они дебафы накладывают, типа. Отравление по площади, но урона не так много. А эти кристаллы регенят этот кристалл. Но, опять же, не так уж и... У меня персонажи сами регенятся, потому что у меня регенерация у всех. Не. Не хватает им все равно мощи, чтобы меня пробить. Слишком я все полнел. Ну, да, они даже пробежали. Заканчивают ход и полностью отрегениваются. Потому что на них реген наложим. Ну, че, посмотрим. Понятно. Как скажешь. Когда уничтожаешь кристалл, возрождается вот такая душа Мортис из первого. Ну, 2-300 хп. За один удар он ей тоже сносится, блин. Почти пол хп. Один из кристаллов это дракон-зверь Галлиан. Другой душа инквизитора-регента. Я возвращаюсь по токману, он говорит. А сгорю в пламени. А после будет перерождение. И пламя. И вновь перерождение. Мы не остановимся. Остановись. Я создала тебя. Ты была рождена, чтобы умереть от моей руки. Что? Это я приказала твоей матери уничтожить Невандар много веков назад. Не всеотец. Я. И это я отправила твоего отца. Этого зверя ее остановить. Этот ритуал творился несколько эпох. Ты ускользнула от моего слуги Верана. От инквизитора-регента. Ползала на брюхе, как какая-нибудь крыса. Довольно. Я Катанира. Королева нечестивых ангелов. Этот мир принадлежит нам. Мы истинные боги. Я создала тебя. Напои клинок уру своей кровью. Умри за меня. Если этот обряд испепелит мир, ты погибнешь вместе с ним. Нет. Бетризен создал этот мир для всеотца. Но я его законная правительница. Слишком долго боги и смертные оскверняли его прекрасное тело. Я произнесу имя всеотца. Я прикажу ему сжечь этот мир до тла. И я восстановлю его. И я сделаю его таким, каким он был задуман. Хватит лгать, Катанира. Моими родителями были ангел Иноэль и владыка Харкус. Они любили друг друга и любят меня. Любовь? Это вуаль, за которой мы скрываем худшие из наших желаний. Ангелы Четырех Небес никогда не признали бы Нифилима. Твой отец погиб. У твоей матери не было выбора, кроме как отказаться от тебя. Ты вернулась в лоно этого мира. Моего мира. И охота за твоей кровью началась. Взгляни на себя, Катанира. Взгляни, во что ты превратилась. Я всегда была такой глупая девчонка. Я королева. Веран был моим герцогом, правителем Верантора. Но я... Я была королевой нечестивых ангелов. И Лиан был моим домом. Домом, который ты украла у меня. Но он снова станет моим. Хочешь моей крови? Забери. Ну что, тест-драйв. 18 тысяч кп у нее. Нельзя ее открыть, посмотреть. Как у многих тут боссов. Ох ты, нифига себе, я снес одним ударом. Конец Старого Мира. Достижение. Физическое тело Катаниры вздрагивает, качнувшись в направлении потока маны. Кинжал Уру с громким звоном падает на землю. Меня... Не... Остановить. Использовать Сумеречную Силу. Солкнуть ее в поток маны, ничего не делать. Использовать Сумеречную Силу. Что это? Все как в тумане, вплоть до кончиков пальцев. Вашу правую руку пронзает острая боль. Она так сильна, что вам кажется, что ваша плоть сейчас разорвется. Так оно и происходит. Из вашей плоти кружа вырывается тьма, похожая на черную жемчужину. В ней вы видите абсолютную ночь, а ночь видит вас. Она пожирает сияющую плоть Катаниры, разрывая ее на части, пока от нее не остается вихрь истерзанных лохмотьев. Ави, ты в порядке? Действуем сейчас, сожалеем после. Знаешь, в кой-то веке я думаю, что мы с тобой надействовались на целую жизнь вперед. Пора бы уже приступить к сожалениям. Нам еще нужно решить, как поступить с этим местом. Сила средоточия свела мир с ума. А еще нужно что-то сделать с кинжалом Уру. Он слишком важен, чтобы оставлять его без присмотра. Средоточие будет принадлежать Ильяну. В средоточии заключена сила самих богов. Мы должны взять на себя заботу об этом месте и охранять его. Именем Ильяна. Умно. Тот, кто управляет средоточием, управляет миром. А кинжал? Отнесем в Ильяну. Прежде чем Катанира нашла кинжал, он был спрятан в Барат Нори. Полагаю, теперь он наш. Присвоим его себе? Такое мне по душе. Рада, что ты со мной согласен. Кажется, я начинаю привыкать. Ну, знаешь, принимать судьбоносные решения. И еще кое-что. При проведении обряда Катанира осверялась с гримуаром. С этим гримуаром. Орин протягивает вам небольшую книжицу, гордо поигрывая бровями. Даже перед лицом смертельной опасности он не изменяет своим привычкам. После всего, что мы пережили, после всех трудностей, ты ничуть не изменился. Молодчина. Хорошая работа. Категорический отказ взрослеть – мое главное достоинство. А что насчет тебя? Изменилась ли авианна-освободительница? Я стал лидером, теперь меня ведет сострадание. Мы стали семьей, теперь меня боятся боги. Я все та же авиа. Не знаю даже. Я стал лидером, получается. В детстве я всегда чувствовала себя изгоем, белой вороной. Я и подумать не могла, что однажды во мне будут видеть лидера. Но это произошло. Отныне моя единственная цель – оправдать это доверие. Стать лидером, которого во мне видят люди, и сделать Невандер таким, каким мы всегда хотели его видеть. Наступила эпоха язычников. Со всех уголков света жители Невандера шли в Ильян, желая найти там убежище. Война была жестока. К счастью, новая эпоха началась без страшных катастроф. Все народы мира объединились под одним знаменем – вашим знаменем. Освободившись от цепей прошлого, Невандер стал именно таким миром, который вы обещали создать. Независимым, справедливым, свободным. Но вы не забывали и про Ориона. Новый лидер Возрожденной Империи был тем человеком, которому вы могли доверить судьбу Невандера. Вы дружили очень много лет, и связь между вами стала символом мира для будущих поколений Империи и Ильяна. Под строгим надзором сановников вы вместе с ним выполняли свои обязанности, пусть и с некоторой неуклюжестью. И эта жизнь была прекрасна. Пусть ваш роман и не обходился без хорошей выпивки. Что-то он сам на себя не похож на этой картине. Не верится, сколько всего мы пережили. Два простых наемника из Низин теперь владеют престолом, который вершит судьбы мира. Как по мне, неплохой финал для сумеречных близнецов. Так, и что? Шли годы. Невандер менялся медленно, но вы были терпеливы. И благодаря терпению вы все же увидели новый, возрожденный мир. Ваша власть распространилась повсюду, от южных пустошей и до высоких северных гор. Охрана средоточия оказалась трудной, но крайне важной задачей. Его сила осталась в ваших руках, а вместе с ней и власть над этим миром. Каждый, кто смел бросить вам вызов, вскоре узнавал, что Ильян не только ваш дом, но еще и монолит, накрывающий земли своей тенью. После вашего наступления эльфы покинули Низины, пробужденные отступили от замка Хейл, и бастионы Старой Империи были отстроены вновь. Вместе с Орионом вы часто посещали Низины, и каждый ваш визит превращался в праздник с выпивкой, танцами и весельем. Хотя вы бы предпочли, чтобы вас называли Ави, жители Новой Империи желали называть вас Императрицей. Реформирование армии в Уале заняло годы, и этот процесс был очень болезненным. Когда был уничтожен последний Титан, кошмары, которые они принесли, тоже стали историей. Вы отправили войско пробужденных в Сиролесье, чтобы они охраняли престол Корсала. Посмей какой-нибудь бог бросить вам вызов и этот трон стал бы ему тюрьмой. Нашлось применение и чертогу душ. Он быстро заполнился душами глупцов, которые осмелились перечить вам. Занять место лидера пробужденных вместо Совета Шести стало для вас большой честью. Пусть это и было непростым решением. К вам шли все упыри от Сиролесья и до Гнезда Королевы. И вы были рады принять их. Благодаря их некромантам вы подняли из мертвых полуразложившегося зверя Голиана, чтобы он заменил вам вашего верного скакуна. Что касается легионов, то они смирились с тем, что путь плоти и пламени теперь принадлежит вам и направились в Илеан, чтобы заключить с вами союз. И вы с радостью согласились. Это лишь вопрос времени, когда вы с оружием на готове взойдете на борт Хельзедена вместе с демонами и отправитесь убивать их повелителя Бетрезена. Хотя далеко не все было таким мрачным в нечестивых землях. В Эврике продолжилось буйное празднование раскаленных лун. Вечное торжество, отныне проводимое вашу честь. Тем временем эльфийские кланы прекратили свои набеги и стали союзником Илеана, управляя белыми землями и могилой Ватана с территории от Илеана, своей настоящей родины. Эльфийский народ глубоко почитал вас и даже древо крови кланялись вам в знак уважения. Такая судьба ждала народы этого мира. Но в конце концов, важнее всего были люди вокруг вас. Карисандра с радостью согласилась стать высшей жрицей. Она читала проповеди в Илеане и молилась за каждый народ, даже за тех, кто этого не заслуживал. В Невендере было множество способов избежать смерти, но не было ничего надежнее, чем заручиться поддержкой у Эйамара Ворона. Ему не раз выпадала возможность вытащить вас с того света. И каждый раз именно это он и делал. Хотя Эльмирен часто задумывалась о смерти, с вами ей было спокойнее, как и ее соколом. Они были странной семьей. Но какую семью не назовешь странной? У Армириэль хватало забот, хотя ее народ постоянно требовал большего. Но именно Илеан стал для нее настоящим домом. и каждый раз она с радостью возвращалась туда. Хотя многие жители Илеана боялись Шарлею, со временем вы научились видеть ее совсем другой. Если только вы не навещали ее в момент кормления. Все эти годы Себастьян, законный король Хейла, оставался вашим другом и наставником. Когда пришло его время, он покинул этот мир в тишине, и вы были рядом с ним до конца. Хотя Баталь продолжил с гордостью сражаться за вас, призраки прошлого преследовали его. Он вставал по ночам, выкрикивая ее имя. Вы могли поклясться, что порой слышали, как она отвечала ему. Правление Илеаном и Невендером было долгим. Трагедии и любовь еще не раз посещали этот мир. У вас хватало забот. Жители Илеана оставались в безопасности. И уже к концу эпохи Невендер был освобожден. Мое дитя небес. Авиана, ты слышишь меня? Инаэль, мама, да, я слышу тебя, но я не понимаю, где ты. Времени мало. Нас не должны увидеть. Перефет рука судьбы совершила ошибку. Мы воспользуемся нашим могуществом, чтобы обратить время вспять. Мы должны отправить тебя назад. Назад? Куда именно? В самое начало. Изменить решения, которые помешали освобождению мира. Ты должна позволить Катанире напитать кинжал твоей кровью. Катанира должна произнести имя. она должна произнести имя. Мир освободился от Катаниры. Она собиралась произнести имя Всеотца. Нет, не Всеотца. Существа гораздо старше него. Настоящая битва за освобождение должна начаться снова. Да уж. Внезапно. Намек на продолжение или что-то типа того. Ну, что я могу сказать? Сюжетка интересная. с битвами надо разработчикам вообще радикально подход изменить все переработать потому что это нереально с битвами. Но я уже говорил более подробно. Битвы вообще никого не годятся. Их слишком много. Их слишком они навязчивые. Их нельзя пропускать без каких-то сторонних программ. При том, что нет никакого вызова в том, чтобы их выигрывать. то есть поначалу и где-то до середины игры я все это заморачивался делал. Но там битва начинается нет возможности использовать завоевание хотя 100% я выиграю. И в битвах которые очевидно я выигрываю я тратил на них по полчаса на одну битву просто. То есть это нереально и потом уже поэтому стал пропускать. То есть никакого вызова интеллекту и скиллу в этом нет. Это совершенно надо изменить вообще. вот сюжетка интересная вот хотя концовка оставляет много вопросов но наверное в этом есть что-то свое чтобы концовка оставляла вопросы вот может быть тут есть игра плюс но переигрывать я ее конечно не буду вот может это какая-то бонусная концовка что там что-то по-другому но в целом даже эта концовка она нормальная потому что сказали что все-таки в конце концов Невендор был освобожден неплохо режим освобождения вы открыли режим освобождения теперь вы можете начать новую игру и пытаться объединить по своим знаменем все фракции в диалогах появятся новые варианты которые помогут вам выполнить эту задачу выбирайте их чтобы узнать как будет развращиваться новая история кроме того ограничение на двух спутников на поле боя перестает действовать вы можете отправиться на битву вместе со всеми доступными вам спутниками ну давайте просто глянем что такое режим освобождения и закончим это время на стыке времен были жертвами божественных прихотей они страдали они сражались они умирали и перерождались чтобы умереть снова но эра богов подходит к концу цепи хаоса и насилия падут страшась зари последнего века народы вновь обратились к своим богам но не получили ответов страх перешел в паранойю паранойя сменилась яростью а ярость принесла войну но война не остановит освобождение невендора уже скоро его нежданная спасительница примет свою судьбу ей суждено навсегда изменить будущее этого мира мне кажется мне кажется мне кажется что-то тут ее мать и вот эти все утаивают конкретно потому что у них у нее такая власть у ее матери есть чтобы просто по приколу возвращать что типа это богиня времени ошиблась и ее мать просто она то есть могущественная богиня времени она может ее по приколу возвращать назад то есть та богиня сказала что у нее уже сил нет и все такое то есть как это то есть что-то тут явно они не договаривают наверное это как такой закидон на какие-то будущие части или типа того вот но я надеюсь что у будущих частей не будет жесткой привязки к вот этой части или там будет по крайней мере все основное быстренько как-то очень объясняться или на протяжении там прохождения поясняться вот так вы возвращаетесь канализовать что значит ты в порядке что я это ты я подумал что это страшно мне просто интересно даже не знаю что хуже твой храп или это вонь я могу спать и выпить внезапно вы чувствуете что это уже случалось однажды воспоминания кажется таким ясным на то же время туманным уже почти ночь постой ори это уже случилось однажды мы брали контракт я засыпал в канализации а ты будила меня да наверное нет в прямом смысле мы уже бывали в этой канализации под церкви святого дарчильда воспоминания развеиваются словно его никогда и не было да насчет этого как мы будем это делать ну убивать священника мы не должны быть здесь что-то не так не могу сказать точно я будто бы заперта в мире грез думаю мы не должны быть здесь гонорар за самый прибыльный контракт в нашей жизни почти у нас в кармане ави я тоже не хочу это делать но разве у нас есть выбор выбор может это мне надо было спросить в порядке ли ты сначала конечно так это опять все остальные те же диалоги тут нужно точно а что насчет страшно у стражников что-то ты нервничаешь мы выполнили много контрактов а что насчет тебя что мы обычно нет так это все было спутники ориан тут пока ничего не доступно все у меня изъяли тоже понятно ну в общем некоторые варианты ответов но перепроходить все это с битвами даже под ускорением это просто нереально это слишком долго а я это ради непонятно там концовки что там будет какая-то бонусная не будет у меня ну мне кажется хорошая концовка получилась вот как бы да пришлось власть всю забрать к себе но если бы все-таки народцы тут были поадекватнее немножко да я бы наверное уничтожил бы эти кинжалы и всякое такое но они тут постоянно будут искать какие-то инструменты власти и всякое такое в общем без моего согласия там мамаша или там не знаю что отправила опять в прошлое опять заново все день с рука какой-то вот в общем это можно считать новой игрой плюс да там какая-то может супер вряд ли супер но там чуть-чуть будет бонусная концовка типа там вы там типа истинную свободу там скорее всего получат скажут так что-то типа того вот а так игра в общем пройдена вот пишите свое мнение в комментах все лайки подписки комменты благодарю за внимание